Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел вопрос. Чем опасны азартные игры? Ну как чем? Тем, что ты все проиграешь. В казино выигрывает только казино. И само Писание даже говорит о желающих обогащаться стремительно и быстро. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть, спешит, тот не останется ненаказанным. Прича Соломонова. Соломон был мудрый человек, прислушайтесь его. Огромный риск, огромнейший. Желание разбогатеть быстро, притом без труда какого-нибудь. Как пишет апостол Павел Тимофеев, А желающий обогащаться не просто работать, зарабатывать, улучшать жилищные условия, зарабатывать еще чуть-чуть побольше, уже не на одной работе, а на двух. Желающий обогащаться больше, 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 уже никогда не знаешь, что себе еще позволить. Когда уже достаточно приобрел столько всего, что все судейские, подростковые, студенческие мечты реализовал, остановиться не можешь. И где-то семья, где-то дети, где-то супруга. Ты уже там шестерых поменял за это время. Ведь как бы социальный статус требует другой жены. Да даже и не жены, а любовницы. Да чего одной, лучше трех. А может быть, даже не любовница, а уже как бы не комильфос-любовница, уже как бы любовник должен быть. Действительно, большие деньги приносят, большие искушения. Так вот, желающий обогащаться впадает в искушение, пишет апостол Павел, и в сеть. И во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедство и пагубу. Есть у нас тумблер, который мы можем переключить, как только начинает нас заносить на больших деньгах. Нету. Нам кажется, что мы остановимся. Но мы не остановимся. Практически никто не остановился. Только пока не упал с высоты вниз. Очень больно. И многие разбились насмерть. Но вернемся все-таки к сути вопроса. Не к обличению больших богатств. Свалившихся на человека внезапно, а на тех, кто их ищет, вот эта внезапность. Знаете, даже если вы поройтесь в интернете, вобьете что-то типа... От дальнейшей... Поищите информацию о судьбе тех людей, которые выиграли в лотерею большие суммы денег. Посмотрите, как их жизнь сложилась. Христиане не фаталисты. Каждый человек сам кузнец своего счастья, своей жизни. Не без помощи Божьей, конечно. То, что Господь предвидел нашу жизнь, значит, что нас предопределил к тому или иному событию. Положительному или негативному. Ну, поищите, посмотрите. Что легко достается, легко и теряется. И, как правило, теряется, как пишет апостол Павел, безрассудных, вредных похотях, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Почему мы против карт, карточных игр, даже косынки? Я уже не говорю на твоем телефоне или на компьютере. Я уже молчу про покер в казино или что-нибудь другое. Ну, потому что люди проигрывают огромное состояние. Впадают в состояние азарта, который практически неизлечим. Есть такой диагноз, называется лудомания. Если алкоголизм лечится, наркомания иногда лечится, то с лудоманией очень сложно. Может пройти несколько лет, но человек бум и ломается. Потому что огромные доходы приносит игорный бизнес тем, кто его создает. И они уж умеют воздействовать на вас через кинематограф, через музыку, через клипы, через журналы, ютюба, тиктоки, просматривание бесплатных фильмов на ресурсах, в которых они якобы легитимно просматриваются. Сколько ты там рекламы смотришь всех этих, онлайн-казино. Нет, да кто-то и зайдет, денежки свои оставит. Сколько семей распадается, сколько кредитов берутся, квартиры, автомобили. Все отдается, и жизни люди лишаются. Начинается с чего? Ну, просто научимся в картишки играть. Да в Тетрис играешь. Зачем тебе эти картишки, если тебе надо время как-то убить? Я, конечно, молчу про чтение писания, про просмотр умных и замечательных видеолекций на портале Экзегет. Зачем тебе эти карты? Поиграю в Тетрис. В Крестики-Нолики с сыном давно играл? Не разу. Рекомендую. Настольные игры с детьми. Они не запомнят, сколько ты телефонов им купил, сколько они стоили. Настольные игры, в которые ты играешь с папой или с мамой, запомнил. Хорошо. Это будет яркие впечатления с детства. А ты просто время убивал у себя в телефончике. Это тоже второй аспект этой проблемы. Но самое главное, люди теряют себя. Не только состояние. Руки трясутся. Не могут не играть. А разновидность всех этих казино, всех этих азартных игр сейчас является инвестирование. То же самое. Те же самые струны души задеваются. Те же самые методики. Конечно, понимаю, что есть разные курсы, разные методики, долгосрочное инвестирование, а не попытка заработать за двое суток на акциях тех компаний, которые рекламируются активнейшим образом в каких-нибудь популярных телеграм-каналах. Но в основном люди теряют свои средства даже на этом, казалось бы, не имеющем отношения к играм в площадках, потому что суть та же самая. Повезет или не повезет. Угадаю, куда поставить деньги или не угадаю. Поэтому лучше не играть в азартные игры никогда. А карты, рулетка. Первый из них, что обходите стороной и киоски по продаже лотерейных билетов, и не скачивайте приложение с картами и с всем тем, что вызывает такой денежный азарт. Здоровее будете. А Господь благословляет только тех, кто трудится. Ибо какая заповедь была дана Адаму по выходу из рая, в поте лица твоего будешь снести хлеб свой. А всякая попытка обойти эту заповедь редко приводит к желаемому результату. Чаще всего к разбитому корыту. Казино дает выиграть один раз, что ты почувствовал эту сладость победы и увеличение капитала. Но ты же захочешь второй и третий раз, ты хочешь вернуться, все, ты попал на крючок, и ты останешься голым, без ничего. И дай бог, чтобы ты хотя бы жизнь сохранил. Потом как от наркотиков надо убегать сразу, как только тебе предлагают в первый раз попробовать. Как-нибудь легким он не был. Ты подсадишься и, скорее всего, не слезешь. Так и с азартными играми. Что такое картишки проиграть? Наши бабушки играли, никто в казино своей дачи, свои шесть соток не проиграл. Но они не проиграли, сейчас эпоха другая. А ты проиграешь. Берегите своих детей, берегите сами. Лучше не думайте, не думайте, что вы пройдете по тому скользкому пути, с легкостью, безупречно, там, где упали и разбились миллионы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.